Всем привет, новый день. Тут касательно еды, я же рассказывал, что плесень она не только меня окружает, я ее еще и хаваю. Ну бывает чай или еда с плесенью, ты не замечаешь. И я сегодня перед тем как лечь спать, сел похавать борща, и у нас уже кончался хлеб, я остатки хлеба доел. Сижу в полумраке, смотрю ролик и хаваю блинчики, которые Полина делала, томатные. А они у нас тут на столе были, и на них касательно чуть-чуть краешком светит лампа, которая греет нам комнату. И они стоят такие теплые, немножко подогретые относительно комнаты. И я смотрю ролик, ем, блины эти руками беру и чую, у меня рука очень липкая после них, такая, как будто ты клей для бумаги какой-то взял, руками трогал. Подношу пальцы к свету и вижу, что между двух пальцев такие волокна, как нити образуются. И когда ты их размыкаешь, они рвутся и улетают вверх, к потолку. И я так несколько раз сделал, размыкаешь пальцы, эти нити такие, как паутинки, появляются и летят вверх. Ты такой, вау, ничего себе. А потом я уже свет включил, смотрю, на них оказывается плесень появилась, и они заплеснили эти блины. Ну, вот, собственно, к слову о том, что сгущенка просроченная, вот это все, там человек писал, живой, после сгущенки вчерашней. Да, после сгущенки абсолютно было нормально, я в итоге там еще много потом съел, и я почти доел уже эту банку, она уже почти пустая. Но она всего трех или четырехлетняя, с ней все нормально. Вот если съесть вот ту десятилетнюю, причем десятилетнюю обычную, я тоже думаю, все нормально будет, но там есть десятилетняя вздутая, которая надулась. Что там за процессы происходили, что она вздулась? Ну, вот с плесенью было интересно, что образовались какие-то вот волокна, там какая-то, чем-то они так обтянулись липким, что оно летает в воздухе. Достаточно, возможно, каких-то потоков теплого воздуха, которые в комнате здесь присутствуют, чтобы эти штуки летали. Она же распространяется очень легко, плесень разлетается по комнате, и, видимо, таким способом, может, она тоже размножается. Ну, пахал мне нормально. По крайней мере, в этом возрасте это как-то не сказывается, на здоровье незаметно, что ты жрешь плесень. А, к слову, о консервах старых есть же фильм «Корабль-призрак». И если кому-то эта тема интересна, сюрфстроминг, типа, когда едят консервы какие-то отвратительные, там в корабле-призраке они нашли сорокагодовалые, что ли, консервы ржавые, открыли и начали лакомиться. А, представляете, они же голодные мужики бегают в ужасе по заброшенному кораблю. Вокруг тебя куча ржавого металла заброшенного плавает в море. Ты ужасно голодный там. И они открывают консервы и начинают их хавать. И такие довольные сначала, а потом к низу банки дочерпывают, а там куча червей внутри. И они такие, а-а-а, типа, что мы жрём? Мне так эта сцена запомнилась. А сюрстрёминг про рыбу эту лучше, конечно, смотреть от серьёзных мужиков, типа Олега Григорьева, у него есть такой ролик, потому что тётки обычно переигрывают такие «фу, какая мерзость!» и слишком много говорят о том, что это противно. А мужиков, что я смотрел, они там пообсуждали эту консерву и реально начали хавать. И есть же любители чего-то такого, да, зачем-то ж это делается. Продукты с определённым ароматом. Да и сыр есть с плесенью, и рыба бывает протухшая специально, чтобы для особых ценителей, да, такой пищи. В общем-то, вчерашний челлендж с выгрузкой видео. Последние часы продолжаются. Только сегодня в исполнении Galaxy S10 Plus я с него выгружаю влог в этом же месте. Как-то медленновато идёт. Я сегодня вальяжно это всё делал, потому что быстрее влог смонтировал. Думал, быстро его выгружу. Ну нифига, опять время поджимает, но не так сильно. 44% выгрузки. Надеюсь, в 22 часа по Москве это дело опубликовать. Это ж ноутбук моей мечты. В нём всё, как мне надо. Я его сам собирал, вычистил. Он сейчас сработал, как ноутбук мечты. Я его включаю, включаю телевизор, оба геймпада. Всё чётко, как в кино. Вожу пароль. Он моментально загружается. Я жму пуск, он сразу вылазит. Я тыкаю в пуске к Love Duty. Она без SMS регистрации запускается. Без танцев. Антивирус её не удалил. Она не вылетела. Не зависла. Всё настроил. Всё с первого раза, как будто мы сейчас в кино. Сядем, поиграем одну партию на комбайне. Может, перебьём кучу чуваков. Вау, как он сейчас красиво смотрится. Контрастно. Полина свет выключила. Такой костюм на нём. В общем, постреляем кучу мужиков. А потом, наверное, пойдём мусора вынесем немного. Ну, смотри. Зашли мы, значит, играть именно эту карту, на которой я ставил рекорд свой по убийствам. Но сегодня я антирекорд ставлю по смертям скорее. 55 смертей, а у меня рекорд 70. Но у Полины хорошо получается сегодня их убивать. Прям вообще здорово. 811. Ей меньше 200. Сейчас надо настрелять в последнем четвёртом раунде, чтобы достичь рекорда. А пока что он, насколько я помню, 951 за тысячную партию. А я попробую рекорд по смертям поставить. Тысяча. Рекорд. Полина поставила этот рекорд намного раньше меня. Я ещё не знаю, когда смогу до этого добраться. Тысяча настрелянных противников за партию на одну тысячу очков. Вот такой сейчас счёт. У нас 943. На тысячу мы выигрываем. У неё уже тысяча убийств. А я пока к 70 смертей не пришёл к рекорду. Как-то они не очень активно убивают моего. Полина их косит слишком жёстко. Гольки. Гольки. Они у нас все точки не менее отплатывают. 1024. Компьютерное число. Как много видеокарт у людей было с таким количеством памяти. 1024. Туры. Прямо тут? Ты их везде ставишь, да? Как фонт со сезонми. У меня иду времени убегать. И здесь грохострел поставили. Ого, какая толпа вокруг тебя. И живёшь? Почему они тебя не убивали, перца вообще? Там толпа. Я прыгнулась. Мой ходит. Они не попадали, смотри. Мой ходит, значит, не может найти противника. Пусто. Ни одного. И умирает. Раз за разом он на пустом поле умирает. Потом оказывается, что его издали. Кто-то там увидел за 39 земель. А тут стоит толпа противника в лоб. И не убивают. Нормально им. Тянем партию как можем, чтобы не закончилась она у Полины. Мы почти 1200 уже у меня. 80-80. 80 очков у нас преимущество. Можно ещё потянуть. Итак, мы выиграли. Не получилось у нас сильно долго это тянуть. Но мы и поняли это довольно поздно. Контролируемо держать партию, чтобы точки были нейтральные. И как можно дольше, чтобы она длилась. Начали мы играть около 10, наверное, да? Час 10, час 15 мы играли где-то. 1226 рекорд Полины новый. А у меня 73 гибели, да? И новый антирекорд по смертям тоже сделан. Вот такой получился счёт. 30 марта 2024 года. Сколько отбить? Новые рекорды. И причём в одной партии. Не-е-е. Она и по времени партия, кажется, получилась длинная очень. Необычно долго мы тысячную играли. И вот очень много убийств. Воду не успели потратить? Сегодня пойдём мусор выносить. Хотя бы раз сходим. Сабвуфер у меня вот сломался. Я его когда-то нашёл на дороге. Внутри было гнездо от крысы. Я его открыл, почистил тогда. Смотал провода. Он ещё поработал у меня годик или полтора. И опять сломался. Жалко вот его выкидывать. Там динамик целый на самом деле. А сдохла начинка, скорее всего, усилитель. Ладно. Сейчас хватаем мешки и вынесем что-нибудь на мусорник. Ладно, пара сорта идёт. Устроили сейчас гонки с мешками. Полина как побежала. Я такой начал её догонять. С мешками бежали. Чуть она меня не обогнала, но потом я вырвался вперёд. У меня сдуло шляпу. Этот напряжённый момент. Так, время 23.30 вечера. Как в кино. Вот как вчера с выгрузкой был. Напряжённый момент. Тебя на грани держат. Ты не поймёшь, успеешь. Ты не успеешь выгрузить видео. Так и сегодня. Она меня обгоняет и отрывается вперёд. Она уходит вдаль. А я не могу превысить скорость, потому что я в шлёпках пошёл. В домашних. И мешок тяжёлые руки тянет. И мне сдувает панаму. А руки-то третьей нет, чтобы панаму придерживать. Я же мешок несу. И тут она замедляется. Я такой, ага, у меня есть шанс. Выносливость-то есть, а скорость превысить не можешь. И я её обгоняю, и мне сдувает где-то панаму. Приходится возвращаться за ней. Ты такой, а так, не обгонят ли меня? Это вот как нам показывают фильмы какие-нибудь гонки. Где он едет, едет, у него всё хорошо. Но потом у него колесо, блин, лопается. А нельзя было поаккуратнее как-то ехать. Ты же уже лидируешь. Такие мысли появляются. А это мне казалось бы, надо панаму было всё-таки прихватить одной рукой быстренько и вернуть руку назад. Мы сегодня не сходили в магазин. Правда, сейчас магнит, супермаркет круглосуточный. Раньше магнит был круглосуточный только в летнее время года, в тёплое. Теперь магнит круглосуточный всегда. И мы можем даже сейчас сходить в магазин. Главное, что две штуки совпадают. Три. Мы не сонные, есть деньги и нет дождя. Можно сходить и сейчас. Но, честно говоря, больше хочется в видеоигры поиграть. Фонарь светит. Такой туманчик на районе стоит. Кто-то что-то палит. С жжёным там чем-то у моста воняет. Теперь когда будешь спрашивать, точно-точно? А, снова точно. В общем, больше хочется в видеоигры поиграть, посидеть, чем в магазин идти. Деньги тратить неохота. Заметили, у меня расходы 0-0 там пару дней подряд. Потом шарах 6,5 тысяч рублей за один день. Потом сидишь опять 0-0, экономишь, экономишь. Лишний раз не похавать, лишний раз не выехать в город, чтобы потом у меня появилась PSP-ка. С Полиной, походу, тоже особо не поиграешь в PSP. Вчера не получилось её заставить играть. Она такая, прямо во время GTA говорит, мне скучно, мне не весело. Вот мои друзья оба, которыми больше всего, как я говорил, ещё три человека была с PSP-шками, с которыми часто играли. Один был, с которым редко. Вот они тоже все не хотели, тяжело было их заставить играть. Всем больше нравится комп. Всем подавай графику. А на PSP графики по многим причинам нет. Хотя, к слову об этом, я сегодня впервые запустил на PSP Tony Hawk Project 8. До этого только Underground 2 играл. И там графика классная. Ты играешь и замечаешь, что она лучше, чем в GTA-шке даже, в каком-то плане. У тебя персонаж ближе к камере, как я люблю, как Баек и Сивы в Origins. У тебя более проделанный он. Скейт видишь, какие-то детали, на улице. Ну, я покажу. В общем, она более... А, и когда он падает, он более мясистый, такой физический. Он падает об асфальт, с него кусок крови вылетает. У него там шея из головы. И звуки издают. И, в общем, хочется, чтобы такие игры были на PSP. И ты видишь, что это возможно, но это не делали почему-то. Причина этому не ясна. Хочется вот проделанную такую игру, чтобы у тебя мясистый, физический был персонаж, а этого нет. Как я хочу Гарри Поттера, того старой игры, Гарри Поттер 2, там, 3, и 4, которые на PSP, я хочу их на PSP сильно. И она бы их потянула, они же слабые по графике, но их там нет. Облом. Я хочу еще жареного борща, со вкусом пригорелости. Так что пытаюсь это дело воспроизвести искусственно. Налил на дно немного борща и буду ждать, пока он перегреется. А потом добавлю туда еще. Что-то искусственно у меня это сделать не получается. Оно вот тут греется, шипит, запах странный, испускает. Уже почернело, но, походу, чуть-чуть не то, что нужно. Смотри, я буду дарежать буду. Ладно, сейчас буду заливать. Да, вот там внизу черная появилась, корочка на дне. И вот она должна окрасить мой борщ и придать ему вкус особенный. Ммм, да, сработало. Он потемнел. Вот это да. И угомонился, утихомирился. Какой он стал темный, как вино с глинтвейным какое-то, с овощами. Кстати, где наши апельсины? Они, наверное, пропали, да, уже? Надо было есть, надо было их туда принести. Кирпичные. Вот это тот запах, что я хотел. Вот в чем фишка. Нужно создать корочку на дне, подгорелую, потом все это дело залить и будет вкусный, подгорелый борщ. Полина с кожуры апельсинов сделала вот такую штуку. Сладкий сироп. Там под низом жижа сладкая. Она вязкая, она так тянется, как слюна какая-то. Все это дело довольно вкусно хавается. Кожура апельсинов, которую можно пустить в ход и не выкинуть. Меня это порадовало. План со зомби из 2. Тут в честь Пасхи вот такой ивент. Они необычные, такие идут. Оно какое-то в розовых тонах. В игру заходишь, даже заставочка специальная, там картинка высвечивается. Ну и совершенно другие уровни выглядят по-другому. Круто, что они под Хэллоуин, под Рождество стилизуют игру. Не забросили ее. Какого же она высочайшего качества сделана. А ей же уже больше 10 лет вроде, да? Угу. Вот это игрулина. Какого? Мы сходили, вынесли в мусор. Полина сделала драников. Сейчас попьем чая с драниками и пойдем дальше играть в видеоигры. Сейчас поймал себя на мысли о том, что видеоигры меня до сих пор радуют. Как это было полжизни назад, будучи подростком, думаешь, сейчас пойду играть в игры. Ого, какая дыра у меня задом наперед одел Панаму. Так и сейчас это. Думаешь о видеоигре и такое настроение, хоп, шкала такая резко подпрыгивает. Вот как оно было в 13 лет там хотелось в игры играть. У каких-то мужиков оно пропадает. И у них даже появляются деньги, они много работают, они собирают мощнейший комп, вот я с людьми общался, у них рампага 4, там две видюхи в слай режиме стоят, монитор крутой. Они пишут, что вот я Лару Крофт прошел, Том Райдер, и больше не во что играть. Или кто-то Год оф Вар говорит, прошел, и больше не во что играть. Одни и те же фразы от них. Они теряют интерес к видеоиграм. У меня она со временем как будто только растет. И пока ты мелкий, тебе интересна только сама видеоигра, а потом подрастаешь, тебе еще становится интересна техническая часть, как она там, этот микропроцессор, греется, все это дело, вырабатывает тебе крутую высокографичную картинку, при этом нагревая радиатор. Все вот эти железные вещи, что у тебя вычислительная коробка стоит, крутейшая, которую ты можешь сам собрать, и в ней там происходят сложные процессы, а в результате она тебя развлекает изображением на экране. Мелкий об этом не думаешь, а потом становится интересно. Будем дальше, гамать в Call of Duty и может доберемся до Лего Гарри Поттера. Все-таки проиграли мы еще одну партию, они захватили у нас все точки и набрали очки в какой-то момент много слишком. Мы не успели их... Да, таки набрал все-таки. А это мой рекорд, да, это я не заметил. Мы сконцентрировались на том, чтобы выиграть. Я тысяча восемнадцати убийств съел на карте Вердж. Молодец. Я про 31-го розы. Ну, круто. Ты смог. Даже так. Новый рекорд. Так всегда. Жарится тут, чего покушать. ночные голоданы вылезли из видеоигры. Какао? Да. Парится? Горячая? Да. Так что, не знаю. Сели играть в Лего Гарри Поттера. Нас тут включили где-то на крыше замка. Почти. Где-то наверху. Так что, вид на замок открывается. В той игре такого нет. Это вот в Лего здесь только такой вид на замок. Необычный. Еще сцена ночная, из-за этого уютнее смотрится. с ночным освещением. Фонтанчик? Ага. Как будто бы это все на крыше, а тут фонтан. Что это было сейчас? Я же ее выбрала там? От воды, да. Что ее убило? Гермионе нельзя купаться? Она боится воды? Да, это же какой-то чердак Хогвартса. Смотрите, куда нас спустили. Уютное освещение. Так. Прыгаешь вниз? Может они пол соберут из чего-то? Вот эти свечки не накрываются. Оно еще светит? Да. Уютное помещение. Они оказываются вдвоем должны строить там себе проход дальше, прокладывать дорогу. Причем Гарик с левой стороны не может взаимодействовать на правую сторону. Нужно, чтобы Полина Гермиона это делала. Вот. Теперь у меня есть проход туда дальше. Сварили какое-то варево. перекинулся мост на соседнюю крышу. Пойдем смотреть, что там. А, тут еще один Дементор. Он будет тебя целовать. Там что, есть куда идти? Торчит. Не прикрыт. Стоит Детинова, врат разврата. Огромный Дементор прикрыт лопатой. Прошли один тур. Теперь можно и отдыхать идти. Харри-поттный. Харри-поттный. Решили затестировать? Нормально. Он полетел. В Старвард. Ого, куда улетел? А что, так можно было, что ли? Вот это да, космический Гарри-поттер. Так он может там со Старвардсом поспорить со своими твой? Вернулся в комнату. Тут пахучкой сильно пахнет жуком. И вот пауки ловят их. Мне интересно, за счет чего они ловят? Жук же не сам к пауку идет, да? Это же не совпадение раз за разом. Он как-то приманивает их, наверное. Пошел в спальню отдыхать. Поиграли немного. Вчера часа два наверное потратил ночью времени на то, чтобы попытаться отсортировать на PSP в разделе игры на карте памяти игры. Они же там лежат как попало по порядку того, как ты их туда загружал. А если ты их отсортировать хочешь, чтобы крэши лежали вместе, GTA лежали вместе и так далее, то тебе их нужно заново загружать. Полез в интернете искать способы как их упорядочить и люди пишут два способа, две программы, но у меня ничего не получилось. Пробовал их закидывать через кабель в нужном порядке и все равно вот ты удаляешь игру, закидываешь ее, она всплывает там где-то внизу, ты ее уже удалил, закинул заново, а она все равно где-то там внизу появляется списка, а не среди новых. Нифига не понял, что происходит, потратил часа два и никак у меня не получилось упорядочить игры. Один человек на форуме пишет, а да, это очень полезно навести порядок в играх, особенно если флешка на 16 гигабайт. Раньше для PSP это была роскошь, 16 гигабайт памяти. У людей обычно было в комплекте там вообще 32 что ли мегабайта шло. Кажется такое было. У нас с другом вот у меня была дорогая 8 гиговая карта памяти, у друга была 4 гиговая и это считались хорошие карты памяти. На 4 у многих были карточки. 16 гигабайт это что-то непозволительное было емкое и дорогое. А сейчас они до 128 гигабайт продаются на авито. PSP вроде 128 и поддерживает. И соответственно если у тебя игр много, то как их упорядочить непонятно там в разделе игры. Кстати на этих моих PSP разные стоят прошивки в том плане что они ведут себя по-разному. У одной из них вырезаны заставки. При включении она не пишет что это PlayStation Portable и при запуске игр нет этой классной анимашки PSP. Зачем они ее вырезали непонятно и из-за этого намного хуже восприятие прошивки. Но есть и достоинства она вроде как не слетаемая. Хотя обе они 6,61 но видимо от разных команд ведут себя совершенно по-разному. Нам завтра возможно нужно раньше встать и идти платить за электричество. Поэтому мне сейчас срочно надо сворачиваться поэтому мы перестали играть в Лего Гарри Поттера прошли всего один тур и начали расходиться. Я вот пошел в спальню сейчас это дело смонтирую и буду отдыхать. На этом сегодняшний день закончен. Всем пока! Субтитры